Раз она лесбиянка, значит, она только, не знаю, лесбийским сексом заниматься умеет. Але не одна, а со своим сябром Игорем Шуневичем. Это все очень грустно. Со своей толерантностью можете идти куда-нибудь далеко и надолго. Детей им отдать? Ужасно. У этого все протупеет, перья. Меня очень волнует то, что происходит в Куропатах. Ну все, это аж будет капец. Мне кажется, что ты немножко передергиваешь, потому что это... И недоразвитая. Пошло, но все уже в пи***. Мне нужно что-то сделать. Вика, приветание. И одразу первое дать тебе пытание. Вот, какие у тебя относины с министром Шуневичем? И тебе не страшно, тебе было вертаться у Минск, США, вот после всего, что отбылось? За это время у меня с ним какие-то очень личные отношения сформировались. Мы лично не то чтобы пересекались, но за это время я много успела на него посмотреть, много успела его почитать. Однажды даже назвала его своим товарищем, что не очень верно. Но так я его назвала, когда вывела его на прогулку, когда мне очень хотелось показать ему то, что вижу я. У меня случаются иногда такие ситуации со Штатами, когда я вся переполнена эмоциями, и я уже не могу это все вмещать в себя. Ну, про поездку в Штаты мы еще будем говорить, и вельми подробязно. А Лену, ты вот так вот описываешь, то есть такие, он тебе стал близким человеком, так, за пошли месяц. Ну, да, я до этого не то чтобы следила за тем, как выглядят и что говорят разнообразные министры в Беларуси, но вот с ним как-то отношения поближе сложились. Все благодаря ему. Я для этого не очень сильно старалась. А какие у тебя были подшутки, когда ты сядала в самолет, вот, когда вы зараза свертались? У меня было очень большое облегчение, когда я улетала в Штаты, потому что мне очень хотелось переключиться эмоционально, изменить немножко свою реальность, переключиться на что-то другое, и поэтому я очень рада, что поездка как раз в это время попала. И оно получилось, потому что я занималась разными интересными делами, разговаривала на тему женского лидерства, изучала политическую систему. Ну вот, когда я переформулирую, то есть ты просто не боишься идти по улице, и что там до тебе придут супрацовники Играшуневича и Штаты безробицы, физично, например? Страх – это то самое чувство, от которого я хочу максимально избавиться, то, что я ненавижу больше всего. И поэтому я всячески его выдавляю, переключаюсь на свои рабочие дела, на общение с моими друзьями, и наблюдаю за тем, что будет, и принимаю в этом активное участие. Заразумело. Глядя, тягом нашей размовы мы некоторые термины, слова будем, ну, так, довольно часто выкористовывать, но это непозбежно. И вот хочется одразу окреслить, як их зараз правильно прынято казать. Ну, вот, на першу, вот это ЛГБТ, ЛГБТК, ЛГБТКИ. На вот Википедия даёт разные варианты. Вот от тебе, як от эксперта, от человека, який у этой теме, як правильно? Здесь есть очень много разнообразных версий. Я для себя выбрала версию, формулировку, аббревиатуру ЛГБТК. Она для меня более включающая, чем просто ЛГБТ, но при этом не называет огромное количество других идентичностей, которые ты как ни назови, всё равно потом появится что-то новое. Поэтому тебе бы я предложила в нашем разговоре тоже использовать ЛГБТК. А я шиву ту вугуле некие некорректные слова, якие некорректные термины, якие непожиданно нельга выкрыстовывать, коли мы в этом дискурсе знаходимся. Ну, вы их можете запикать потом, если я их сейчас все перечислю. Ну, самые расповсюдженные. Может быть, якие наибольшь таби режут в ухо, коли ты их чуешь, и якие тебе одразу хочется выправить. Мы ведаем про слово гомосексуал, что это нельга, так говорится. Гомосексуалисты имеешь в виду? Да, гомосексуалист нет, гомосексуал да. Вот. Что ещё? Мне не нравится. Слово «пидарас» мне не нравится. Но некоторые его сейчас используют, но там своя история. Что ещё? Ну, всё, если походу что-то возникнет, то я обязательно среагирую, потому что слух намётан. Для тех, кто, может быть, не ведая, я трошки расскажу, что в уголе отбывается. 20 травня этого года Министерство внутренних справ Беларуси выдало довольно такую агрессивную заяву, так? И у сярод иншого в этой заяве были такие слова, что только мужчина и женщина, однополые стосунки, это подробка, мы за соправдное, вы не пройдете. По-моему, так там я не формулировали. Примерно, да. Да, и, ну, конечно, треба отзначить, что сама эта заява была реакцией Министерства внутренних справ на акцию, якую зрабили амбасады Великой Британии и США в Менску. Как раз 17 травня был день борьбы суперзгомофобии, и они вывесили на своих будинках тут в Менску стяги ЛГБТК. Ты вышла, ты зрабила плакат, где написала сами вы подробка, и сфотографировалась, ну, то есть такую акцию зрабила, перфоманс, сфотографировалась у трех локациях у центра Минска. И вот тут, Вика, у меня вот одразу до тебя пытание, вот глядеть, шаму ты в угле вышла на эту акцию одна? Ты хотела сказать, что однополые стосунки, это не подробка. Вот мне кажется, что правильнее было бы выйти на эту акцию, ну, там, со своей партнеркой. Мне очень хочется вернуть себе право голоса, когда голос просто человека, просто Вики Беран, просто гражданки Беларуси, он важен, вне зависимости от того, есть у нее партнерка сейчас или нет, в каких проектах она принимает участие, где она работает и все прочее. Поэтому я попросила лишь о помощи свою подругу, которая решила не очень светиться во всем этом процессе, я ее абсолютно понимаю. Мне очень хотелось, чтобы вот этот один голос прозвучал, чтобы он был услышан, и чтобы на него была реакция. Тинни Бянтежит тебе той факт, что публично на заяву Министерства внутренних справ адраговало, ну, в Беларуси, по-моему, два человека. Первый – это ты, и другой человек – это Владимир Макей, министр замежных справ, и ты ведаешь, что он сказал. Любая структура, делая те или иные заявления, должна думать не только о последствиях. Очень верное напоминание. Почему так мало? Где другие активисты? Я думаю, что здесь в плане ЛГБТ-активизма речь идет о том опыте, который был у ЛГБТ-активистов до меня, о тех многочисленных акциях, которые проходили, о тех реакциях, которые следовали на это, что многие, многие, немногие, их было-то всего немного, находятся сейчас в эмиграции, о преследованиях, которые были в их стороне, поэтому сейчас ЛГБТ-активизм скорее сместился не на уличные протесты, но больше в сферу культуры и образования, и интернета. И это то, чем занимается Мейкаут в том числе. И здесь речь идет также о уличной культуре протеста как такового, потому что мы знаем, о чем бы ни шла речь, о дневоле, о чернобыльском шляхе, о вырубке лесов, о чем угодно. Все эти штуки всегда очень сильно подавляются. И эта память, этот культурный код, он уже живет. И он живет во мне тоже. Но иногда наступают такие моменты, когда ты понимаешь, что пошло, но все уже в пи***е. Мне нужно что-то сделать, иначе я просто не смогу спокойно спать. Я и так не смогу спокойно спать, но так мне будет спокойнее, если я что-то сделаю. После этого перформанса на тебе склали протокол, одиночный пикет, массовая акция, и призначили суды аж на у трех судах Менска, потому что ты у трех разных локациях фотографовалась. Да, это гениальная была формулировка. Мне она так сильно нравится, и она также прописана в законе. Ну, это про какую-то логику вообще происходящего. Массовое мероприятие равно одиночный пикет. У меня вопросы... Ну, окей, массовое, одиночное. Это одна часть логики, другая... Ну, что можно назвать пикетом? Если фотография, которая делается за три секунды, это пикет, я даже не могу сказать, что там прохожие вокруг как-то на это дело отреагировали, или у них было время прочитать, что там написано, или понять вообще, в чем контекст. Нет. Ну, то есть сделать фотоньку на улице на какую-то важную тему, опубликовать ее в Фейсбуке. Окей, вот такой пикет, такое массовое мероприятие. Али, вот ты как разъехала в Узлучшенные Штаты Америки и на судах не присутничала. Какая ситуация с судами? Что отбылось? Да, к сожалению, не смогла быть на судах. Сперва я получила повестку только из одного РУВД, я сходила к ним на разговор. Вместе со своим защитником я отказалась там давать какие-то комментарии по поводу происходящего, поэтому все, что написано в протоколе, написано скорее на основании статьи, которая на Ситидок была опубликована. И там с принтскринами с моего Фейсбука. Ну, окей, этого достаточно. Потом я уехала в Штаты и узнала, какая дата суда, и я написала ходатайство в суд о том, чтобы эту дату немножко сдвинуть, перенести, потому что у меня не так много в жизни было судов, и мне очень хотелось на нем присутствовать. Но не получилось. Они мне не ответили на ходатайство и провели его без меня. После этого были складены протоколы еще в двух других местах, но я так и не знаю, какая там ситуация с судами, никакие повестки мне не приходили. Но вот в ближайшее время буду разузнавать. Я думаю, что, может, они бы и сами хотели уже спрыгнуть, раз такая ситуация, раз в первом суде дело отправили на доработку, на устранение каких-то там недореченностей. Но они уже спрыгнуть не могут, потому что протоколы составлены. И так или иначе суд должен быть. А вот могла бы ты некие привести бытовые, я не имею на вазе прайд-парады, некие такие публичные мероприемства, бытовые ситуации, вот у каких ты могла бы сказать, что вот у Америцы я нормально в этой ситуации, а у Беларуси меня дискриминуют? Тяжелый у тебя вопрос, потому что в этой ситуации мне бы как раз хотелось обратить внимание на всякие штуки, которые в Америке тоже не принимают, чтобы не складывалось ощущение того, что это супер рай, и демократия победила, и все совсем не так. И эта поездка в том числе помогла мне в этом убедиться, о том, что проблем огромное количество, и решить их порой даже сложнее, чем здесь, потому что первая картина, которая меня встретила по прилету, когда я захожу в отель, это картинка Трампа по телеку, где он говорит о том, что нелегальные мигранты – это не люди. И вот она, такая свобода слова, и у президента в том числе, и он тебя встречает таким волшебным заявлением, несмотря на то, что Америка – это страна иммигрантов. Вот, поэтому есть какие-то чисто бытовые штуки потребительские, где все гораздо проще, когда ты можешь пойти на вечеринку, на драг-шоу, когда тебя супер-прайд-коктейль на скидке встречает в клубе, но вместе с этим есть и огромное количество других проблем, и гомофобия, и трансфобия, и расизм, и все остальное, оно там тоже в достаточной мере присутствует, потому что это все очень двойственная ситуация. С одной стороны, я могу прийти на драг-шоу в Америке, поразвлекаться, сходить туда со своими друзьями, могу выглядеть абсолютно в любом образе, в котором я хочу там находиться, но в то же самое время я обязательно должна давать деньги человеку, который выступает, потому что это особый, отдельный американский вид культуры, к которому я очень подключилась, и это были не самые приятные ощущения, так называемая tipping culture, которая больше распространена и знакома в ситуации с сферой обслуживания, где это официантки, или еще кто-то-нибудь, но то же самое встречает тебя и в гей-клубе, когда ты смотришь шоу, потому что люди покупают себе костюмы, пользуются косметикой, и особой зарплаты за это не получают. Так вот ты сама кажешь, что это tipping culture, это для усяго характерно, и это не только для неких гей-клубов. Абсолютно. То есть это ты платишь и официанту, и уготель, и всем, это просто такая краина. И это слишком много было для меня капитализма, для меня его и так много, а там, ну, просто супер завались. И особенно неприятно сталкиваться с этим в тех местах, где, казалось бы, вот она, не дискриминация, свобода, принятие, все друг друга понимают. Нет. Но коктейли все равно хотят продать больше, и поэтому он радужный. У города, где ты находилась, у Луис-Вилли штат Кентукки, отбывался так само прайд-парад, и ты, ну, конечно же, взяла у ему дел, але не одна, а со своим сябром Игром Шуневичем, я кого ты раздруковала и зарабила себе, так, разумеется, спадничку такую? Да, я очень готовилась к этому. Во-первых, я купила специальное платье себе. Нарядила себя, нарядила мистера Шуневича тоже. У него там был такой поцелуй на щеке, там, радужные ленточки рядом. Но носить просто было неудобно в руках, поэтому, чтобы как-то и себе хорошо, и ему хорошо, да, я некоторое время носила его в виде такой юбки. Ну, все равно все хорошо видно было, я уверена. Видуешь, я побачила, что шмат людей выказывали такое меркование, что, да, заява мус, конечно, абуральная, и это трэш полный. Але вот твой учинок, и он так само, как бы такая, ну, образа. И что вот у этой ситуации люди так схилялись на, ну, симпатия схилялася на карысть белорусских уладов и Шуневича, что это уже такая занадто моцная образа. Ты вот личишь, и что бы ты сказала таким людям? Меня совершенно не волнует, какие там есть у кого ожидания в мою сторону, если они считают, что это не совсем удачная акция. Я буду очень рада, если кто-то ее сделает в другом виде, более удачно, с более четким месседжем. Это, ну, прям будет супер. И я рада, что многие люди уже эту штуку подхватили. Там в Австрии, в Австрии никто, да. Да, моя знакомая в Вене приняла участие тоже с мистером Шуневичем. Боже, я, наверное, столько не путешествую, сколько сейчас он. А на Прайде в Киеве тоже его распечатали. Причем это были киевские активистки, никак с Беларусью не связанные. Я очень порадовалась. А у тебя там, вот, с Прайд-парада у Луис Вилли, вели очень много фотосдымков, где американские отделники этого парада, они фотографировались с твоим вот этим фотосдымком. Вот мне интересно, доведаться, как ты им тумачила, кто это такой, как люди реаговали, как они реаговали, когда доведывались, что это представник силового органа, ну, то есть, кероник силового органа, державы европейской. Як это было? Расскажи. Мне очень хотелось сделать это максимально честно, и поэтому я объясняла каждому человеку, к которому я подходила, что это такое происходит, что вот, здравствуйте, я из Беларуси, что я здесь в рамках культурной программы и по теме женского лидерства нахожусь, и Беларусь достаточно гомофобная страна, и гомофобия исходит в том числе от представителей власти, и что это министр внутренних дел Беларуси, который позволяет себе совершенно оскорбительное высказывание, наверное, просто потому, что он мало путешествует, и, ну, не совсем имеет представление о том, как это происходит на самом деле, поэтому вот я его выгуливаю, и поэтому сфотографируйтесь с ним, пожалуйста, вместе, чтобы вот не было сомнений, что он повидал свет и знает, что такое проект-парад в США. А ты на ангельском мове это говорила? Да, конечно. У тебя добрый уровень ангельской мовы. Ну, достаточно, чтобы эти вещи объяснили. Ну, а ли ты ему адресовала свой месседж, не всем людям, кто в силовых структурах задейничаны? Слушай, у меня не было конкретного адресата, вот прям тебе и тебе, если бы нужно было конкретному адресату, я бы, не знаю, письмо бы написала, или там в суд бы кого-то вызвала. Да, здесь мне было важно с ним прогуляться, потому что, оказывается, как я потом узнала в соответствии с протоколами, автором вот этого высказывания, которое появилось на сайте МВД, оказывается, это был сам господин Шиневич. Али, оно не было подписано? Оно не было подписано, но так подписали работники РУВД, когда составляли на меня третий протокол. И это было удивительно. И, возможно, ну, вот стоит так поступить, потому что нет подтверждения. Как же они будут доказывать? Может, в суд нужно вызвать, чтобы вот подтвердили, кто же это все написал? А то непонятно. Я-то подписываю свои фотографии, на своей странице в Фейсбуке публикую. А они анонимно это делают. Это несправедливо. Некоторые люди высказывали меркование, что максимум ты робишь такую вот вельми яркую акцию, как неким чином, ну, так я еще больше раззадорюсь, раззаловать у лады Беларуси, как вот эти суды, какие у тебя повинны быть, как яны, некий такой больше жесткий присуд тебе дали. Ну, будем спрятаться, что это будет штраф, конечно, просто больше там, некий, больше. Вот. И после оскоро стать из этой околичности всей этой ситуации и поспробовать просить политичный притулок у некой замежной Украины здесь-то замежой. Да, об этом писали люди, когда я еще находилась в Штатах. И причем многие это делали из абсолютно добрых убеждений. Они очень расстроились к тому, что я вернулась. Ну, вот она я. Я здесь, я вернулась. У меня здесь много всяких разных дел. У меня здесь мои друзья. И если бы я захотела получить политическое убежище, я бы осталась там. И поэтому, да, я говорю, что меня очень расстраивают эти заявления, как будто бы нет ощущения того, что эти акции можно делать из абсолютно искренних побуждений. Так делаю я. Это все совершенно эмоционально. Просто потому, что я не могу сидеть и продолжать читать эти новости безумные. Потому что нужно что-то сделать. Калиб, там, поустало для тебя пытание официально створить семью. Ты могла бы ты различивать такую мощность, изъехать в Украину. Ну, там, в Скандинавию вот это популярно, где это легально махтшима. Твой выбор – это вот заставаться тут на родиме и измогаться за правы ну, неких групп, які дискриминуются. Для меня персонально институт семьи не равен институту брака. Я знаю, что есть большое количество гомосексуальных людей, для кого это важно, для кого важно, чтобы в Беларуси они тоже могли заключать подобные браки. Я с людьми строю отношения, которые не равны брак или не всегда равны брак. Поэтому я исхожу из своей реальности и своих взглядов здесь сейчас. Они брак не предполагают. Коли говорить про ровность, измогание за правы, то мы за все-таки сутыкаемся со словами толерантность и терпимость. Правильно? Боже, ужасные слова. Я вот это все очень люблю, потому что... А чему? Как будто бы есть какие-то такие люди, вот ты, например, сидишь у меня и такая, ну, я же толерантная, я же там, типа, принимаю, а я тебе скажу, а кто ты такая, чтобы меня принимать? У тебя больше там какой-то власти, что ли? Или ты такая, раздаешь эти входные билеты в мир, ну, ладно. Иди ты там, Вика, живи. Иди ты там, любви, кого хочешь. А мне, ну, извини, что я так на персональное перехожу, мне это ничье разрешение особо-то не нужно. Вот она, здесь я, здесь мои друзья и здесь мои отношения. И поэтому со своей толерантностью можете идти куда-нибудь далеко и надолго. Так то есть, коли толерантность не есть проблемой, а вот чем что-то дать, чего нема, чего, за что смагаться? Тут и слово смагание недоречное. Знаешь, это немножко похоже для меня на всю эту политическую штатскую систему. Я офигела, когда узнала, что там и как происходит. Я не знала до этого, что когда люди делают свои политические кампании, они не едут во все штаты подряд и не рассказывают всем на свете о том, что вот так и так. Они выбирают какие-то такие территории, где есть Ваганни, где вот есть и республиканцы, есть и демократы. И там, если очень постараться, то можно кого-то в чем-то убедить. То есть, я не пойду рассказывать, не знаю, господину Дашкевичу. Боже мой, кто-то сейчас в Куропатах. Да, или северинцу. Что вот будь толерантен, прими меня, пожалуйста. Нет, у него есть свои взгляды, убеждения, у меня есть свои взгляды, убеждения. Где-то мы совпадаем, где-то не очень, но вот мы все дальше будем гнуть свою линию. Поэтому я не буду ложиться на амбразуру и там типа ставить своей целью, обязательно доказать им. Нет, есть другое огромное количество людей. И для меня, в первую очередь, важно сформировать вокруг себя поддерживающее поле, поддерживающее отношения, чтобы я сама себя в своей жизни чувствовала комфортно. А уже потом можно разбираться и с миром вообще, и с Белоруссией вообще. Напомню, не мая сенсу пераконовать северинца, а ли есть люди, обыватели, которых называют... Да, ну и под спудом уже вылазят всякие другие штуки. Когда ты просто живешь свою жизнь, делаешь свою работу, и люди убеждаются в том, что ты не какой-то странный зверек. Раз она лесбиянка, значит, она только, не знаю, лесбийским сексом заниматься умеет, а больше она ничего не умеет. Текст она писать не умеет, танцевать она не умеет. Ну, как бы это одна из огромного количества идентичностей, которые есть с ЛГБТ-людей, у меня в том числе. Это очень-очень много всего, это все такая комплексная штука. Поэтому, да, когда говорят, они там на сексе только все сосредотачивают. А я говорю, ну, ребята, нет, это вы на сексе все сосредотачиваете. У меня есть еще огромное количество интересов в жизни. Но это один из них. Тетребы в Беларуси проводить прайд-парад? Я думаю, что прайд-парад сейчас не сработает, что будет большое количество арестов, преследований и прочего. Мне кажется, что сейчас для Беларуси более актуален другой вид ЛГБТ-активизма, который сосредоточен на культуре и образовании. Мне бы очень хотелось, чтобы в скором времени можно было походить и на улицах, но мне кажется, что на сегодняшний день это невозможно. Я удельно шла сама в двух прайд-парадах. Один раз в Киеве, это было по праце я робила туль в репортаж, и другой раз в минулом годе в Париже просто выпадково трапила. Была в Париже, там прайд-парад. И вот сапруды, ну, на кольке я уявляю, прайд-парад это один из механизмов показать обывателям, вот тем, кто не ведет, кто сумнеется, что вот есть такие люди, и они так само мают право, такие же правы, как и все другие. Чему прайд-парады организовываются по форме вот так, как они организовываются? То есть, вот гляди, обыватель бачит прайд-парад, люди размалеванные, вельми часто на полову распранутые, вельми часто звопротки на их там одна... Часто и не на полову. Одна портупея. Некие, часом непристойные танцы, рухи. Вот, так я вот думаю, те непростее было пробить прайд-парады, неважно, в Беларуси, в Штатах, в Кентукки, где за угодно. Как это было, ну, в шесть, там, по центру города, респектабельно, прыгожа, в костюмчиках, опранутых людей. По линеечке. Ну, по линеечке. Я думаю, ну, такие парады уже другие люди делают. Парами, однополыми, неоднополыми, тройками, я не веду, как это может быть. Хай, они идут за руки, хай, они целуются, але вот так вот, потому что, вот, гляди, ты вельми правильно кажешь, что и дезмогание, замеркование обывателя. Давай я тебя сразу остановлю, потому что забуду, у меня уже порыватель. Глядит вот на этой, на этой портупея и думает, им, дятей отдать, детей им отдать? Ужасно. У этого все? В портупеях, в перьях, в платьях, ужасно. Потому что в тебе говорит твой белорусский контекст, как он говорит, так же и во мне. Потому что протест, показать что-то кому-то, ну, на самом деле нет, потому что уже в начале, в названии, изначально заложена такая штука, как гордость. Это прайд. Это не про показать кому-то, это быть собой, это порадоваться, это взять с собой своих друзей, своих партнеров, партнерок, которых, кстати, может быть и не один человек рядом, а может быть пять человек, а может не быть и никого, а у кого-то кто-то рядом на поводке идет. Поэтому это просто праздник радости и счастья. Я не знаю, почувствовала ли ты это в Киеве, скорее всего, нет, в Париже, но это не про борьбу, это уже не про борьбу, это про радость. Ты вельми, просто вельми классную фразу сказала, про то, что есть вот эта частка людей, какие зауседы, за меркование, каких и где боротьба. Неважно, это политика, там новый вид кока-колы, идти прайд-парад. И они глядят, и они оценивают вот это по той форме, по какой они это бачить. У меня к этим прайдам тоже есть большое количество вопросов. И спасибо моим путешествиям, которые позволили мне немного шире взглянуть на это дело. Мой первый прайд-парад был в Вене. Это масштабное мероприятие, где большое количество колонн, всякие там фирмы, знаки, кремики Невея вокруг раскидывают. Но при этом, опять же, почему-то это очень много белых людей, почему-то это очень много мужчин, все они счастливые. Но при этом есть и другие мероприятия. Например, в Берлине проходит альтернативный прайд. В нем мне однажды посчастливилось принять участие, где у людей уже не так много радости, потому что есть большое количество других проблем. Нет документов, или они сталкиваются с расизмом, или там с миграцией какие-то есть вопросы. А на этих классических прайдах, к сожалению, проблемы других людей очень часто вытесняют. Потому что это все тоже во многом про деньги. Ну, почему корпорации там все свои знаки выставляют. Потому что так надо, потому что так мир работает. В Беларуси еще не поняли, в Америке уже поняли, что так удобнее продать. Но, да, вместе с этим оказывается, что про проблемы других людей тоже забывают. И это грустно. но так есть. Вообще столько много всего грустного, но так есть. И нужно какую-то стратегию себе выживания придумать. Причем не то, чтобы выживание, но чтобы еще и удовольствие получать. Я уже подкресливаю, что вот это трехвое такое несумещение просто на вот у меня в голове, что, с одного боку, люди, какие-то там относятся, относят себе до меньшинства любых. И они кажут, что мы такие же самые люди, поглядите, мы программисты, мы там... Ну, такие же, как кто? Кто наш этот супер примерно, который надо равняться? Скажи, пожалуйста. Я в большинстве. Как обыватели. Большинстве? Не яснуе. Ну, вот, не, ну, гляди, вот, наприклад, большинство людей ходит в портупеях, вот тут вот, в парку или... Альбона вот в штате Кинтуки. А давай мы сходим в специальный портупейский клуб и посмотрим, сколько там людей ходит в портупеях. Не, ну, специальный портупейский клуб. В чем ты ходишь? Боже мой, не хочу на личности переходить. Для меня абсолютно неприемлемы все эти штуки с большинством, потому что каждый из нас в том или ином значении меньшинство. И это точно так же, как с этой замечательной толерантностью, где есть кто-то волшебный, сочетающий в себе все качества. Молодой, белый, гетеросексуальный, цисгендерный. Ну, и сейчас мы по вам, по всем остальным пройдемся. Нет, так не работает, потому что людей гораздо больше и опытов гораздо больше, идентичностей. И, ну, на это нельзя закрывать глаза. И это то, о чем я говорю часто. Вот, гляди, когда вернемся снова до нашего любимого сябра, Шуневича, но все-таки он представник белорусской улады, так? Ну, мы ведем, что, ну, такое есть, что белорусские улады это там что-то такое с Советского Союза, это такие зашоренные, в принципе, люди. А вот, когда взять белорусскую оппозицию, которые, ну, такие, в принципе, лечатся проевропейскими, ездят на семинары в Вену и с тобой вот в штат Кентукки и в иншие города, то есть, они больше открытые, они разумеют, как это працует в свете. Але, вот, гляди, ты сама называла Севарынец, там, Дашкевич. Напомню, ты читала выказывание лидерки молодзибыны Афганны Смелевич, где она выказалась, что это все навязливая пропаганда. Боже, это вообще было ужасно. Почему не никого оппозиционного лидера, который поездил по Брусселях, по Вашингтонах и приехал бы и сказал? Все же ездят. Почему они ЛГБТ-повестку никак у себя вообще не проявляют? Это вообще, конечно, очень удивительная штука. Вот, читаешь иногда интервью, вроде как, ну, типа, левая партия, новый лидер, сейчас вот расскажет, как мы там все изменим. Мы все изменим, конечно, и вообще мы очень левая, но при этом ЛГБТ у нас не пройдут, и вот эти все мигранты у нас тоже не пройдут, потому что мы, на самом деле, про других. Мы про учителей, мы про порядочных граждан, и получается, что это все какая-то, ну, очередная подмена понятий. И мне бы очень хотелось, чтобы нашелся такой человек. Да, блин, кто угодно, я не обязательно должна там линию этой партии во всех делах поддерживать, но, господи, люди, пожалуйста, говорите про ЛГБТ, говорите о том, какие у вас отношения с ЛГБТ, есть ли вы кто-то ЛГБТ, потому что иначе получается, что поддержка приходит вообще от других людей. Поддержка приходит, не знаю, от экологов, от анархистов, от журналистов, а политики, ну, как-то, если говорят, то лучше бы вообще ничего не говорили. А иначе они говорят, ну да, мы, конечно, все, мы с тобой, но ты же понимаешь. И получается, что вот на индивидуальном уровне мы отлично ладим, да, но как только необходимо публичное высказывание, все сразу стопорится. Ну такое чувание, что они просто боятся эту тему выносить в романскую простору, потому что... Видишь, получается, что вот все боятся до какого-то времени. Вот властные эти все структуры тоже молчат, молчат, и потом как скажут, так уже в уши отвянут. Вот у политиков то же самое происходит. Молчат, молчат, и потом скажут что-нибудь Ганна, и думаешь, господи, что это было? Ну так, слухай, вот давай вернемся до Ганны. Ну то есть вот яна сказала... То это все навязливая пропаганда, вся эта ЛГБТ тема, и все вы это придумаете, никаких проблем у нема. Але вот зноу же, вот я зноу же не разумею. Там есть люди, ну может быть там не в великой ступени ты, але вот яки хочут змагаться за правы ЛГБТ комьюнити. Есть человек, яки просто выказывая свою позицию. Вот у него такая позиция. И он же не закликает измешать физично когосьте. И он не робит никаких физичных денег. Просто выказывая позицию. На него тут же навешивают ярлык гомофоб, вот та же Ганна. И она выказалась, и там, ну ты же читала комментарии. Мне кажется, что ты немножко передергиваешь, потому что это... И недоразвитая, и дурная, и все такое. Вось, а кто будет взмагаться за ее права? Личные оскорбления это совершенно ужасно. Какие бы ты там взгляды нет, но мне кажется, такие вещи недопустимы. И я думаю, что про вашу лица перабью, что вот дискриминация этой Ганны, то есть, потому что ее так сама пошли дискриминовать. Хоть на некем... Слушай, Ганна выражает язык вражды на самом-то деле. Она поступает абсолютно так же, как эти все ребята. Она говорит, я, конечно, не гомофобка, но вы все должны немножко вообще замолчать, и ваши проблемы никого не волнует. Или, я, конечно, не расистка, но вот этих вот нам мигрантов всех не нужно. Ну, и как раз она не казала, что я не гомофобка, я не расистка. Я такое не улучшала. Нет, она писала в самом конце о том, что сейчас меня, конечно, обвинят, но вы можете знать, что когда ты говоришь, что проблема ЛГБТ людей ничего не значит, ну, то кто ты тогда? Ты либо поддерживаешь, либо ты не поддерживаешь. Тут невозможно оставаться на середине. Ну, вот, ведаешь, такое есть выказывание, ну, какое приписывают Вольтеру, да, что я абсолютно не согласен с тем, что вы говорите, но я помру за то, как вы имели право это говорить. Это так происходит демократия. Респект. Вот скажи, когда ты готова ну, не померть, потерпеть, взмогаться за правы таких людей, как Ганна, аль вы не каких инших, которые просто хотят выказывать свою думку, вот просто, как у них было это право. Ты только обороняешь тех, кто обороняет ЛГБТ-комьюнити? Слушай, меня волнует огромное количество проблем и даже в этом интервью мне очень не хочется, чтобы мы всю мою идентичность сводили только как ЛГБТ-активистки. Меня очень волнует то, что происходит в Куропатах, меня волнует то, что на дне Марианской впадины нашли пластик, меня волнует, как работает высшее образование в Беларуси и на разном уровне я включаюсь в разные эти проблемы. Но что-то трогает меня больше и поэтому в этом отношении очень важна солидарность и я очень рада, что после моих акций ее тоже было очень много. Поддержка пришла не только и скорее не скорее от ЛГБТ-активисток и активистов, но от людей, которые заняты в абсолютно разных других сферах. Это мощь, это здорово, это солидарность и поддержка. Я очень рада, что она есть. Усерона вельми текабо подшутят тебе отказ. Ти можно, как ты лечишь, дискриминовать человека, коли он зарабил некое выказывание, какое можно расценивать, ну, як гомофобская, як зарабила Ганна Смелевич. Я думаю, что это просто абсолютно базовая штука, которая называется «Права человека». И мне кажется, что это передергивание, потому что нельзя в мире, в котором мы живем, в патриархатном, говорить постоянно о том, как дискриминируют мужчин. Это не значит, что их не дискриминируют, но давайте сравним масштабы, да? Или то же самое, как я белая, и я вообще-то чувствую в свою сторону расизм, но мы вообще-то живем в другом мире, где белые как раз-таки имеют большее количество власти. И мне кажется, абсолютно та же самая штука с гомосексуальными и гетеросексуальными людьми. Я думаю, что это не единственное... Я уверена, что есть огромное количество нехороших, неправильных, некрасивых, глупых, каких угодно других ЛГБТ-людей, но давайте мы просто взглянем на такую штуку, как права, вне зависимости от того, каких-то там идентичностей есть. То есть это питание просто права человека? Ну, абсолютно. Это базовая вещь, совершенно банальная, простая, открытая. Ты являешься, с одного боку, хоть не хочешь на этом акцентовать, али, ну, активистка ЛГБТ-руху, суд засновальницей там неяких организаций. Разом с тым, у своей профессийной деятельности, как журналист, ты вельми часто поднимаешь тему феминизма. И вот, у яким чином, у какой плоскости в уголе гэта тема перекрыжовывается? Ну, вот я подлумажу, чому для меня, чому я не могу это зрозуметь, так? Потому что, глядим, ну, вот, калі казаць про ЛГБТ-тему, ЛГБТ-к тему, то гэта такое, ну, для меня, размывание гендерных стереотипов. Ну, то есть там, неважно, які ты по природзе, там важно, як ты отшиваєш, ну, вот нешто такое. Калі мы гаворым пра, ну, вот феминизм, то гэта на дворот, концентрація на биологічном поле, ну, полах, і адповідна, боротьба за правы конкретного пола жночого у феминизме, ну, і там, супрсексізму. Вот, то гэта працює разом. Тут есть один волшебный ответ, который называется интерсекциональний феминизм. Феминизмов этих существует огромное множество. Мне больше всего нравится тот самый, который интерсекциональний, который говорит о том, что да, мы живем в патриархате, что очень много всех этих несправедливостей, но кроме несправедливостей в отношении полов и гендеров и в распределении власти, есть огромное количество других проблем. Есть то, какого цвета у тебя кожа, там, какой стороны у тебя паспорт, есть у тебя инвалидность или нет ее, какой уровень дохода у тебя, какое образование ты получаешь, есть ли у тебя родители. И вот этот интерсекциональный феминизм, он как раз про все эти штуки, о том, что нужно смотреть очень широко на человеческую идентичность. И когда я пишу свои тексты, а это чаще всего интервью, для меня это своеобразная терапия, потому что я благодаря одному образовательному курсу очень четко для себя поняла, что журналистика для меня это не про разные взгляды, мнения, а вы там делайте дальше свои выводы. Журналистика это мой, с одной стороны, активистский инструмент, с другой стороны, это мой способ отрефлектировать, что у меня в жизни происходит. Поэтому все тексты, которые, последние тексты, которые я пишу, они отвечают на те вопросы, на которые я не могу для себя найти ответа. И поэтому мои интервью с людьми, это скорее такой, знаешь, входной билет в тему, как будто бы у меня есть специальное разрешение. Я не часто могу подойти к разным людям и спросить, а что вы чувствуете, когда вы теряете у близкого человека, когда в вашей жизни была первая смерть? Или, а каким образом в вашей повседневной жизни работают ваши активистские линзы, если вы, например, занимаетесь экологией? Значит ли это, что там дома у своей мамы вы на пластиковые пакеты кричите благим матом? Вот, поэтому, опять же, это и про набор идентичности, и про количество привилегий. Привилегии здесь тоже ключевое слово. И если ты ЛГБТ-человек, это вовсе не значит, что ты, например, не можешь быть сексистом. К сожалению, это очень частая штука, в том числе у бывших и нынешних ЛГБТ-лидеров Беларуси. Или, если ты... А можно, как это проявляется? Без прозвищу. Как это проявляется? То есть, сексист... Это проявляется так, что ты, например, в прошлом активно участвовал в ЛГБТ-движении Беларуси, а потом ты эмигрируешь в другую страну, потому что ты вынужден был так сделать. И оттуда, как мигрант, ты говоришь о том, что эти мигранты уже все задолбали, и в моем районе так опасно, и, господи, что вообще вокруг происходит? Окружите меня прекрасными, белыми, гомосексуальными мужчинами, и будет несчастье. Это вот как раз тот случай, когда интерсекционального подхода не возникает. Про то, как он может быть важным. Ясно, да, разумело. Это вельми важно. Вот еще просто такое походу у меня пытание возникло. Ты вот, когда перелечивала проблемы, которые тебе хвалуют о прочем ЛГБТ, которые так само вельми важны, ты назвала нечто, связанное с экологией. Как ты ставишься до экологичного активизма, до темы экологии? У меня очень много друзей, которые занимаются экологическим активизмом, и это та самая тема, которая ярче всего проявляется в повседневности. И вот если просчитать количество времени, которое ты уделяешь вот той или иной проблеме, я думаю, на экологию приходится больше всего, потому что это такие повседневные практики. Боже мой, тут про штаты опять. Мне очень хочется вспомнить в разделе экологии. Ресайклинг? Это все очень грустно. Вот какие проблемы? Проблема экологии, о, Господи, Боже, да. И за один обед ты где-нибудь там на выезде столько всего пластика используешь, сколько в Минске я не делаю этого за месяц, например. Просто потому что так работает инфраструктура. Потому что, например, ты ужинаешь в отеле, ну и вроде там зашибись отель, все прекрасно, бренд дорогой, но у тебя, черт возьми, пластиковые тарелки какого-то хера на завтраке. Почему? Это усведомление, оно же пришлось до того, что люди сразумели, что мы с природой робим нечто не тое, что чем больше мы отыходим от природы, меняем климат, забруживаем океан, то все, это аж будет капец. Вось. А вот ОЛГБТ, вот же так само, есть природа, а мы тут нечто меняем. Мне кажется, ты все какими-то суперкосмическими понятиями оперируешь. Когда у меня началась моя экологическая какая-то сведомость, я скорее думала не про природу вообще и не про мир вообще. Я думала про свою конкретную мусорку и про то, сколько там пластика есть. И я думаю, что с ОЛГБТ это работает абсолютно тем же образом, когда оно из частного переходит в общее. Когда ты понимаешь, что это не про мир вообще и не про суперсправедливость, а это вот про эту девушку, которая вышла с плакатом и потом у нее какие-то проблемы появились. Или это про мою маму, которая начала жить с другой девушкой и что-то как-то у нее на работе не заладилось. Так что это скорее про спуститься на этот абсолютно базовый понятный повседневный уровень. Иначе, мне кажется, оно не работает. Есть же такой вид ЛГБТ, когда люди меняют пол как зверят. Есть отдельный специальный особый вид. Да, есть трансгендерные люди, некоторые из них совершают операции. Вот это смена природы. Серьезно? Так. Круто. Вот. Удивительно. Я думаю, они тебе сейчас... А экологичные активисты, они кажут, что изменять природу нельзя, потому что чем ближе мы будем до природы, тем лучше. А чем когда мы будем менять рейки, высушивать болоты, то тут в своей земле в земном шаре придет... что бы мне тебе передать от моих трансгендерных друзей? Такое. Далеко ходить не надо. Вот они рядом стоят. Я думаю, что человек лучше всего понимает, какая там у него природа, какой у него пол и какой у него гендер. Если ориентироваться только на то, что там от тебя кто ожидает, ну, то как бы счастья-то не будет совсем. А это же все про счастье. Поэтому ты как бы изначально про трансгендерных людей неправа, и мне сложно проводить параллели с экологией. То есть это такая стахистка. Если ты сможешь задать какой-то абсолютно отдельный вопрос про экологию, я с радостью постараюсь тебе на него ответить. Изменять природу кепска. Давайте не будем выкидывать пакеты в океан, а изменять природу человека. Ну, так само кепска, потому что мы разумеем, что когда мы будем... Человек лучше всех других людей, знает, какая у него или у нее или у них есть природа. Вот волосы ты покрасила зачем? Просто доведутся нечто про твои акции и захочут неким шинам допомогать ЛГБТ-супольности, ЛГБТ-кас супольности в Беларуси. Три деньги, какие они повинны заработать. Не начинайте делать что-то изначально сами, пока вы не поговорите с теми людьми, за права которых вы хотите сражаться, бороться, как-то в этом участвовать. Союзничество. Прийти в организацию и поговорить. Образовывайте себя, задавайте вопросы, читайте статьи, в том числе на сайте Makeout. Это очень поможет. А что третью? Ну любите просто. Просто любите. Супер. Я некий кайф отрымала от того, что я задаю их вельми простой мовой человеку, який вельми мозг наобознанный, займается этим лецьний каждый день. С иншого боку у меня было такое уражение и доброе уражение, что Вика, человек, який вот навод неким чином хочет троху абстраговаться от этой темы, на какой я будовала больше своих питаний. Когда ты спрашивала, за что бороться, меня этот вопрос очень сильно поставил в тупик, потому что мне совсем не хочется, чтобы моя жизнь или жизнь других людей была какой-то постоянной борьбой. Мне просто хочется, чтобы была поддержка, чтобы была солидарность, чтобы разные темы обсуждались. Так что спасибо. И ты меня, конечно, бесила в некоторые моменты, просто ужасно. про трансгендерность просто прям все клокочет. Ну, ты, наверное, специально это делаешь.